Привет, ребята! С вами я, Бетард671, поэт, философ и музыкант. И в этом видеоролике я буду отчитываться, чего я добился за год изучения испанского языка. Значит, я уже изучаю где-то год и один месяц, наверное, испанский язык. Беру уроки с носителями, то есть с мексиканцем и аргентинкой. Было много всяких репетиторов, там даже была одна испанка, но в основном я учу с латиносами. И за этот год я после того, как я решил взять сегодня урок, я решил взять с венесуэлкой, которая не знает никакого абсолютного языка, кроме испанского, я понял, что мой испанский пока что на самом донном уровне, который только может быть. Потому что у меня было постоянное ощущение, что вот как-то вот, знаешь, неприятно. Ты хочешь сказать, но ты не знаешь слов этих, и тебе приходится лезть в Google Переводчик и там искать, как оно называется. Вот, те уроки, которые у меня были, они в основном все на английском языке. То есть, что мексиканец, что аргентинка, они знают английский язык. И если что-нибудь я не понимаю, они просто говорят мне на английском языке, и я типа окей, окей, все, теперь все понял, да. Но на самом деле извлекать из себя информацию, это намного сложнее, чем ее читать. Это просто жесть какая-то. И для чего я взял урок сегодня с венесуэлкой? Потому что она не знает вообще никакого языка, кроме испанского. И это была такая симуляция того, что вдруг я перееду в какую-нибудь другую страну отдохнуть, и я захочу пообщаться с кем-то на испанском языке. Как это будет выглядеть? Выглядеть это будет очень криджово и очень стрёмно, потому что будет постоянно нужен переводчик какой-то собой. Вот. Ну, то есть, я думаю, что мне нужно примерно еще, наверное, лет пять, для того, чтобы мой испанский дошел до моего уровня английского. Кто хочет оценить мой уровень английского, вы можете посмотреть мой ролик, который я выпустил буквально два ролика назад или один ролик назад. То есть, он называется «This video was uploaded», и там какая-то дата, кажется, 21-й год. Можете сравнить. Еще одну сложность я испытал в том, что они говорят как-то невнятно, не особо четко. И из-за этого некоторые звуки кажутся тебе не теми, какими они есть на самом деле. То есть, звук «d», например, как-то они говорят его «d», «d», то есть, как-то они его не произносят четко. И еще другие звуки, то есть, все сливается в одну кашу, в одну кучу. Поэтому очень сложно. Но, когда человек начинает говорить медленно, и если там слова все те, которые я знаю, то уже более-менее. В особенности, если человек, например, написал мне это на чем-нибудь, как здесь, например, в Zoom она мне написала, и некоторые фразы я понимал. Некоторые, конечно, не понимал. Мне приходилось использовать Google Translator. Но, по большей части, какие-то простые, более-менее простые, они до меня доходили. Итак, тест моего позорного испанского. Сейчас будет отрывочек. Вы можете послушать, посмотреть. Там будут написаны еще субтитры в тех местах, где я что-то понял. Где я не понял, там будет прям так и написано. Ничего не понятно. Все, поехали. Это мой первый раз... Это твои первая vez... Это твои первая vez... Когда я говорю только испанец. Аааа. Я только говорю испанец, а я aprendу английский. И это очень интересная экспедиция. Потому что... Потому что я хочу... Я думаю много... И слушаю... Очень, очень... Не знаю, какой момент. О, кон cuidado, кон cuidado. О, кей. Тиенеш бе бе? Ааа... Тиене ун гато. Аааа. Асе комо ун бе бе? Ааа... Эля... Педир пор... На один момент. Голery... Аааа. Гол symonds. Ээээ... Как это... М testament... Ээээ... Эээээ... Ээээээ значит, голоносина. Долсия? Дляооооооооо. Донсия для колст. Что с одним? Чимк butts. Куются... Ааа... Я не понимаю, как сказать что-то, и я начинаю использовать английский язык. Ок. Я почти не понимаю английский язык. Ок, но... Одна вопрос. Что язык из вашей страны? Русский. Русский. И мой второй язык из английского языка. Ок. Но в вашей стране ты говоришь русский? Только русский. Почему ты любишь английский язык? Еще раз? Почему ты любишь английский язык? Мне нравится... Потому что я хочу путешествовать в Америке. Латина... А... Угу. Думаю. Америка Латина. Ай... Ай! Я знаю. Ай... Ай! Я никогда... Ай! 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 русия и países de américa latina no hay visa no necesito no necesitamos obtener obtener visa ok para por ejemplo para usted viajar a otro país de europa necesita visa así porque ahora entre europa y rusia muy muy mal relaciones creo que muy sí porque política porque política si aunque aquí en venezuela bien que habían compatriotas tuyos puedes repetir aquí en venezuela había en rusos en venezuela ahora ahora no sé si hay pero hace como un año dos años habían rusos acá como como las turistas por trabajo por trabajo sí convenios entre gobiernos puedes escribir la última parte convenios entre los dos países convenios convenios sobre sobre la internacional trabajo entre dos países entre venezuela y rusia así así y y había y rusos en una empresa de acá de venezuela no no tengo muchas palabras en mi vocabulario tranquilo ni ahí y que rusa perdón puedes repetir última parte ok había varios rusos ah entiendo ok en qué parte de de europa se encuentra ubicada rusia que es parte de europa en el norte en el sur en el este esta parte de europa y también bien conecta 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 con asia por ejemplo china mongolia aunque la cerca de china mongolia entre entre europa y china mongolia cerca de todos países porque a rusia es más el más grande país de europa del mundo tenemos mucho mucho lugar por un momento yo pruebo en enviar el mapa aunque bueno yo creo que lo estás viendo un momento te gusta tu país un poco pero pero es muy hace hace frío aquí me gusta cuando el verano todos los años ok hace mucho frío en rusia si desde octubre marzo 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 это видео и писать к нему субтитры, потому что этот ролик, вернее не ролик, а аудио длится около 60 минут и я постоянно вырезал вот эти эканье, меканье, которые получались, и также я там бывало по несколько раз одно и то же спрашивал, а он мне раза два-три бывало повторял одно и то же, я думаю, что вам примерно понятен мой уровень, это где-то около А1, наверное, то есть А1 за год. Буду надеяться, что к следующему году мне удастся достигнуть А2 и я буду уже лучше понимать, что говорят и уже лучше выражать свои мысли, потому что здесь я допускал очень много грамматических ошибок, например, после поэдэс, либо поэдэ я ставил не инфинитив, а глагол спряженный с местоимением, которое я вначале использовал то есть это неправильно, это ошибка в некоторых местах допускал много их но, как бы, чего вы хотели? Как вы хотели, да, все по чесноку за один год, мне кажется, наверное, очень мегаспособные люди могут выучить его до более высокого уровня, так что, если вы будете учить испанский, то лучше не рассчитывать на то, что это будет быстро иначе потом вы разочаруетесь я уже предвижу комментарии, типа ой, я уже за месяц мог бы выучить до уровня А1, ой, я там за год уже выучил до уровня Б2 или там С1, вот это понятно, ты-то сын маминой подруги, у тебя все хорошо получается да, а я обычный нормиз, поэтому я, как бы, не считаю, что это, в принципе, для обычного человека возможно выучить очень быстро, особенно, когда тебе там не 15 лет, не 10 лет, да, когда у тебя уже мозг твердеет и уже каждое новое дело, которое ты делаешь тебе его сложнее запомнить или как-то усвоить потому что мозг уже не такой пластичный нейроны не так быстро впитывают информацию не так быстро запоминают ее в общем, с вами был я, Бетарша71, поэт, философ и музыкант адьос, амигос, астапронто, асталуэго и все такое, да?